Все лето шло наступление. Призывались все новые и новые роты запасных. 43-летних мужиков брали с поля, прямо с работы. Число мобилизованных приближалось к 24 миллионам. Алексей Толстой. Хождение по мукам. Здравствуйте. Это телеканал Самаргиз. И мы снова читаем Толстого. Лето 1916 года Толстые провели на Оке под Тарусой. В имении Антоновка. В имении работали пленные австрийцы, среди которых был один чех. Человек интеллигентный, скрипач по профессии. Толстой угощал пленных табаком, а по вечерам, сидя на заваленке, беседовал о чем-то с чехом. Когда на столе зажигали лампу и над абажуром кружились ночные бабочки, откуда-то появлялся сверчок, который всегда садился на одно и то же место возле чернильницы и помалкивал до тех пор, пока не наступала долгая пауза в стуке печатной машинки. Тогда сверчок решался напомнить о себе и снова надолго замолкал. Несколько лет спустя в Германии, устроив рабочий кабинет на балконе, Толстой внимательно осмотрел его и печально вздохнул. Да, все хорошо, но чего-то не хватает. Сверчка! Да только где ж его взять? Да, сверчок остался в России, которая казалась Толстому навсегда потерянной. Среди всеобщего уныния и безнадежных ожиданий, в начале зимы 16-го года русские войска, прорывая глубокие туннели в снегах, карабкаясь по обледенелым скалам, неожиданно взяли штурмом крепость Эрзерум. Это было в то время, когда англичане терпели военные неудачи в Месопотамии и под Константинополем, когда на Западном фронте шла упорная борьба за домик паромщика на Эзере, когда отвоевание нескольких метров земли, густополитой кровью, уже считалось победой, о которой по всему свету торопливо бормотала Эйфелева башня. На Австрийском фронте русские армии под командой генерала Брусилова также неожиданно перешли в решительное наступление. Произошел международный переполох. В Англии выпустили книгу о загадочной русской душе. Действительно, противно логическому смыслу, после полутора лет войны, разгрома, потери 18 губерний, всеобщего упадка духа, хозяйственного разорения и политического развала, Россия снова устремилась в наступление по всему своему трехтысячеверстному фронту. Поднялась обратная волна свежей, точно не истощенной силы. Сотнями тысяч потянулись пленные вглубь России. Германия тайно предлагала мир. Рубль поднялся. Снова воскресли надежды военным ударом окончить мировую войну. Русская душа стала чрезвычайно популярна. Русскими дивизиями грузились океанские пароходы. Орловские, тульские, рязанские мужики распевали соловья пташечку на улицах Солоник, Марселя, Парижа и бешено ходили во штыковые атаки, спасая европейскую цивилизацию. Москва сильно опустела за это лето. Война как насосом выкачала мужское население. Николай Иванович уехал на фронт в Минск. Даша и Катя жили в городе тихо и единенно, работы было много. Одно время к сестрам ходил очень милый человек, капитан Рощин, откомандированный в Москву для приема снаряжения. Его однажды привез к обеду Николай Иванович из городского союза на своем автомобиле. С тех пор Рощин стал захаживать. Каждый вечер в сумерке раздавался на парадном звонок. Даша заметила, что когда вслед за звонком в столовой появлялся Рощин, Катя не сразу оборачивала к нему голову, а минуточку медлила. Потом на губах ее появлялась обычная нежная улыбка. Вадим Петрович Рощин молча кланялся. Он был худощавый, с темными невеселыми глазами, с обритым ладным черепом. Не спеша присев к столу, он тихим голосом рассказывал военные новости. Катя, притихнув за самоваром, глядела ему в лицо, а по глазам ее с большими зрачками было видно, что слушает она его особенно. Встречаясь с ее взглядом, Рощин слегка как будто хмурился. Вздрагивали под столом его шпоры. Иногда за столом наступало долгое молчание. И вдруг Катя вздыхала и, покраснев, финновато улыбалась. Часам к одиннадцати Рощин поднимался, целовал руку Кате почтительно, Даши рассеянно, и уходил, прося не провожать его до прихожей. По пустой улице долго слышались его твердые шаги. Однажды на закате Даша сидела у раскрытого окна. Над улицей высоко летали стрижи. Даша слушала их тонкие стеклянные голоса и думала, что завтра будет жаркий и ясный день, если стрижи высоко, и что стрижи ничего не знают о войне. Счастливые птицы. Солнце закатилось, и над городом стояла золотистая пыль. В сумерках у ворот и подъездов сидели люди. Было грустно. И Даша ждала, и вот невдалеке вековечной мещанской вечерней скукой заиграла шарманка. Даша облокотилась о подоконник. Высокий до самых чердаков женский голос пел. Сухою корочкой питалась, студеную воду я пила. «Катюша, как поет хорошо!» «За что?» Проговорила вдруг Катя низким и диким каким-то голосом. «За что нам это послано? Чем мы виноваты? Когда кончится это? Ведь буду старухой я. Ты поняла? Я не могу больше, не могу, не могу! Ты слышишь, как она воет? Заживо хоронит». В прихожей позвонили. Катя отстранила сестру и глядела на дверь. Вошел Рощин в грубой суконной рубашке, в новых смазных сапогах. Усмехнувшись, он поздоровался с Дашей, подал руку Кате и вдруг удивленно взглянул на нее и нахмурился. Даша сейчас же ушла в столовую. Ставя чайную посуду на стол, она услышала, как Катя сдержанно, но так же низким и хрепловатым голосом спросила у Рощина «Вы уезжаете?» Покашляв, он ответил сухо «Да». «Завтра?» «Нет, через час с четвертью». «Куда?» «В действующую армию». И затем, после некоторого умолчания, он заговорил. «Дело вот в чем, Екатерина Дмитриевна. Мы видимся, очевидно, в последний раз, и я решился сказать». Катя перебила его поспешно. «Нет, нет, я все знаю, и вы тоже знаете обо мне». «Екатерина Дмитриевна, вы...» Отчаянным голосом Катя крикнула. «Да, видите сами, умоляю вас, уходите». У Даши в руках задрожала чашка. Там, в гостиной, молчали. Наконец Катя проговорила совсем тихо. «Уходите, Вадим Петрович. Прощайте». Он вздохнул коротко. Проскрепели его смазные сапоги. Хлопнула парадная дверь. Катя вошла в столовую. Села у стола. И за все силы прижала к лицу руки. С тех пор об уяхвашем она не говорила ни слова. Катя мужественно переносила боль, хотя по утрам вставала с покрасневшими глазами, с припухшим ртом. Рощин прислал с дороги открытку. Поклон сестрам. Письмецо положили на камин, где его засидели мухи. Каждый вечер сёстры ходили на Тверской бульвар слушать музыку. Садились на скамью и глядели, как под деревьями гуляют девушки и подростки. В белых, розовых платьях. Очень много женщин и детей. Реже проходил военный с подвязанной рукой или инвалид по костыле. Духовой оркестр играл вальс на сопках маньчжурин. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Печально потрубный звук, улетая в вечернее небо. Даша брала Катину слабую, худую руку. Катюша, Катюша, говорила она, глядя на свет заката, проступающий между ветвями. Ты помнишь? О, любовь моя незавершённая, в сердце холодеющая нежность. Я верю. Если мы будем мужественны, мы доживём. Когда можно будет любить, не мучаясь. Ведь мы знаем теперь, ничего на свете нет выше любви. Прислонившись к её плечу, Екатерина Дмитриевна говорила, а у меня, Данюша, такая горечь, такая темнота на сердце. Совсем оно стало старым. Ты увидишь хорошие времена, уж я не увижу. Отцвела пустоцветом. Катюша, стыдно так говорить. Нет, девочка, нужно быть мужественной. В один из таких вечеров на скамейку на другой её конец сел какой-то военный. Оркестр играл старый вальс. За деревьями зажглись неяркие огни фонарей. Сосед по скамейке глядел так пристально, что Даша стала неловко шеей. Она обернулась и вдруг испуганно, негромко воскликнула «Нет». Рядом с ней сидел Бессонов, тощий, облезлый, в мешком висящем френче в фуражке с красным крестом. Поднявшись, он молча поздоровался. Даша сказала «Здравствуйте» и поджала губы. «Я видел вас на бульваре вчера и третьего дня», сказал он Даше, поднимая брови. «Но подойти не решался. Уезжаю воевать. Как же вы едете воевать? Вы же в красном кресте», сказала Даша с внезапным раздражением. «Положим, опасность сравнительно, конечно, меньшая. А впрочем, мне глубоко все безразлично. Убьют, не убьют. Скучно, скучно, Дарья Дмитриевна». Он поднял голову и поглядел ей на губы тусклым взглядом. «Так скучно от всех этих трупов, трупов, трупов». «Дарья Дмитриевна, я, строго говоря, подсел к вам для того, чтобы попросить пожертвовать мне полчаса времени». «Зачем?» Даша глядела ему в лицо чужое, нездоровое, и вдруг ей показалось с такой ясностью, что закружилась голова. «Этого человека она видит в первый раз». «Я много думал над тем, что было в Крыму», проговорил Бессонов морщись. «Я бы хотел с вами побеседовать». Даша прищурилась ни следа на этом противном лице волшебства. И она сказала твердо «Мне кажется, нам не о чем говорить с вами». И отвернулась. «Прощайте, Алексей Алексеевич». Бессонов скривился усмешкой, приподнял картуз и отошел прочь. Даша глядела на его слабую спину, на слишком широкие штаны, точно готовые свалиться, на тяжелые пыльные сапоги, «Неужели это был тот Бессонов, демон ее девичьих ночей, Алексей Алексеевич? Не сердитесь на меня». «Я-то не сержусь, вы сами не пожелали со мной разговаривать. Нет-нет-нет, вы не так меня поняли. Я к вам ужасно хорошо отношусь. Я вам хочу всякого добра, но о том, что было, не стоит вспоминать. Прежнего ничего не осталось. Я чувствую себя виноватой. Мне вас жалко». Он поднял плечи, с усмешкой поглядел мимо Даши на гуляющих. «Благодарю вас за жалость. Алексей Алексеевич, если хотите, пишите мне каждый день. Я буду отвечать», сказала Даша, глядя ему в лицо как можно добрее. Он откинул голову, засмеялся деревянным смехом. «Благодарю, но у меня отвращение к бумаге и чернилам». Сморщился, точно хлебнул Кислого. «Либо вы святая, Дарья Дмитриевна, либо вы дура. Вы адская мука, посланная мне заживо, поняли?» Он сделал усилие отойти, но точно не мог оторвать ног. Даша стояла, опустив голову. Она все поняла. Ей было печально, но на сердце холодно. Бессонов глядел на ее склоненную шею, на нетронутую, нежную грудь, видную в прорезе белого платья, и думал, что, конечно, это смерть. «Будьте милосердны», сказал он простым, тихим, человеческим голосом. Она, не поднимая головы, прошептала сейчас же. «Да-да». Он положил руку на дерево, вцепился пальцами в зеленую кору. «Земля, последнее прибежище уходило из-под ног». Субтитры создавал DimaTorzok